Хотите новогодних праздников? Соблюдайте меры безопасности и вакцинируйтесь. Причем не только от коронавируса, но и от гриппа. На очередном онлайн-брифинге представитель регионального Роспотребнадзора дала понять, что новых ограничений к Новому году не будет, только если темп роста заболеваемости не увеличится. Марина Колтунова рассказала, что в нашем регионе в последние несколько дней специалисты не фиксируют активного роста заболеваемости. Однако это не повод расслабляться. Ситуация остается напряженной. У нас довольно высокие показатели по летальным исходам, по свободным койкам местам. И также нас вызывает обеспокоенность, это тяжесть течения болезни нашего старшего поколения. Здесь ситуация у нас не меняется. И спасти эту ситуацию может только вакцинация. Охват жителей области тестированием тоже в последние дни сократился. А это плохой признак. В начале месяца было около 400 тестирований в сутки. В последние дни цифра снизилась до 300 с небольшим. Такими темпами, говорят в Роспотребнадзоре области, мы можем попасть в число неблагополучных по тестированию регионов. Обязательно сдавать тесты на коронавирус людям с признаками ОРВИ, при положительных экспресс-тестах для подтверждения диагноза, а также тем, кто контактировал с заболевшими в очагах заражения, и тем, кто находится на лечении для оценки состояния. Если тестирование вам положено, а его проводить отказываются, или если результаты задерживают, нужно обращаться на горячую линию регионального Роспотребнадзора. По телефону, указанному на экране. Есть в регионе и случаи заражения гриппом. Пока их зарегистрировано 7. Граждан призывают вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа. Впереди зима, поэтому медлить с прививками не стоит. Ведь если коронавирус наложится на грипп, серьезных проблем со здоровьем не избежать, говорят специалисты. Для вакцинации от гриппа используют у нас отечественные вакцины, разработанные по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Все у нас они инактивированы, то есть не имеют живого вируса и не могут вызвать заболевание. Поэтому вакцины прошли обязательную регистрацию, имеют сертификат соответствия, а также многочисленные исследования по безопасности. Наступает у нас хороший Новый год. Если мы хотим его встретить, нам надо сейчас удержать эпидситуацию как по коронавирусу, так и по гриппу, хотя бы на той же ситуации, какая у нас сейчас есть. Тогда у нас не будет новых ограничительных мероприятий. Из 2315 развернутых в регионе коек для коронавирусных пациентов свободны 30%, сообщает облздрав. В медорганизациях, перепрофилированных под ковидные госпиталя, постепенно сокращают количество коек для коронавирусных пациентов и переходят на оказание плановой медицинской помощи. Так уже приостановлена госпитализация ковидных больных в областной госпиталь ветеранов войн и госпиталь в Радужном. И с 25-го числа мы также переводим и сокращаем коеки. В лечебных учреждениях это областной центр специализированной медицинской помощи, это у нас Камешковская центральная районная больница, Собинская и областная психиатрическая больница. Сокращаем коек постепенные, то есть мы регулируем ситуацию, эпид-ситуацию и спрогнозированы планы перепрофилирования в дальнейшем и открытием полной плановой медицинской помощи. Темпы вакцинации в последнее время выросли. В среднем в день прививается до 5000 жителей области. Всего вакцинировать нужно более 874 тысяч. От гриппа вакцинировались более 55% детей и 47% взрослых жителей области. Маргарита Махрова, 6 канал.